Рязанские полицейские чуть ли не еженедельно сообщают общественности об изъятии крупной партии контрафактного алкоголя с подпольных складов, располагающихся в различных малонаселенных районах города. Например, гаражи возле поселка Строитель приобрели не только в округе, но и у всех горожан дурную славу. Там частенько оперативники обнаруживали подпольные склады дешевого пойла. Как правило, те ящики, которые изымали правоохранители, содержали в себе десятки бутылок элитного алкоголя. Причем креативные бутлегеры не просто подделывали известные бренды, но и изобретали собственные. А в минувший понедельник рязанские полицейские изъяли самую крупную партию поддельной водки за последние годы. Наладили нелегальное производство алкогольной продукции в подпольном цеху в Старожиловском районе. При досмотре помещений полицейские обнаружили полную производственную линию по разливу фальсифицированной алкогольной продукции. Из цеха и складских помещений изъято порядка 20 тонн готовой алкогольной продукции – водки известных брендов. На оценочную стоимость – более 7 миллионов рублей. Также полицейские обнаружили и изъяли оборудование, тару, этикетки и поддельные акцизные марки. При дальнейшем розыске сотрудники регионального МВД установили, что часть складских помещений располагается еще и на территории Ряжского района. На складах в Ряжске оборудованных для хранения готового фальсификата оперативники нашли 13,5 тонн подготовленной к реализации водки. По версии правоохранителей, такие большие объемы спиртного владельцы пытаются продавать в мелкие торговые точки. Например, в расплодившиеся в жилых домах многочисленные так называемые кафешки, бары и кофейни, которых в нашем городе, к сожалению, полным-полно. Обратил внимание на такое обилие пятийных заведений губернатор Олег Ковалев. На расширенном заседании правительства две недели назад он поручил чиновникам муниципалитета провести проверки таких злачных мест на предмет соблюдения законности. Работа была проведена большая, и это дало результат, но не надолго. Владельцы этих рюмочных, используя различные лазейки в законодательстве, вновь открывают свои заведения в жилых домах, уже под видом кафе, баров, других организаций общественного питания. И, более того, фиксируется случай отравлений в этих заведениях от некачественного алкоголя и пищи. Поэтому я прошу самым серьезным образом отнестись к этой проблеме. Я считаю, что работать надо по двум направлениям. Это Минэку и торговли, и администрации города Рязани, и Роспотребнадзору обратить самое серьезное внимание и возобновить совместную комплексную работу по оказанию административного воздействия, чтобы максимально убрать их из жилых домов. Второе, это необходимо поработать над поправками в региональное законодательство с тем, чтобы исключить вообще торговлю алкоголем в жилых массивах на первых этажах жилых домов, где проживает значительное количество наших граждан. Два года назад вступил в силу региональный закон об ужесточении работы рюмочных. По прошествии этого времени можно сказать, что рюмочных стало меньше. Однако любителей разбогатеть за счет чужого здоровья не убавилось. Пятейные заведения все еще можно встретить в разных районах города. Одно из таких заведений находится на площади Попова в нескольких метрах от школы номер 36. Вполне логично предположить, что данное заведение по вечерам становится местом сбора местных магинальных личностей. Если на площади Попова питейное заведение расположено в отдельном здании, то так называемое кафе на улице Юнатов находится в жилом доме. Местные жители уверяют, что там продают отнюдь не пирожные с охлажденной газировкой, а напитки несколько покрепче и погорячее. А буквально через дорогу от этого заведения в парке имени Уткина находится детская площадка. Пример, который показывают клиенты питейного заведения для местных ребятишек, мягко говоря, не лучший. Кстати, на противоположной стороне парка есть ничем не примечательная торговая палатка. В темное время суток ее буквально оккупируют любители алкогольных напитков. И со слов очевидцев, торговля здесь оживает именно в темное время суток, когда в других местах приобрести добавки для банкета, увы, пивок не получается. В общем, даже несмотря на все запреты, законодательных поправок о том, что любая торговля алкоголем в заведениях, которые располагаются в жилых многоквартирных домах и пристройках к ним, запрещена, в городе остаются такие питейные заведения. Видимо, руководители этих рюмочных считают, что закон на них не распространяется.